ребята всем привет с вами александр жуас корды лайвы у нас настало время создать последнего обычного динозавра не гибрида который у нас были добавлены в эту игру да и в целом в общем то все что осталось я уже собрал хоть в каком-то виде они у меня есть еще осталось вот эта парочка 4 уникальных существа в общем то и это существо у нас ребятки это скалозавр он нам давай появляйся вот это скалозавр но судя по виду да и думаю вы его знаете как любитель динозавров да вы должны понимать что это у нас анкелозаврит в общем то это не такое примитивное существо как например тот же надозавр это у нас вполне себе полноценный анкелозаврит он есть у него даже булава до относится именно к анкелозаврам жил примерно 76 миллионов лет назад и его отличительной чертой было специфическое строение его пластин в общем то они были такие вот более конические в отличие от тех пластин которые были у анкелозавра не таки были большие расплывчатые такие да в общем то у скалозавра они были больше похожи на такие на шипы скажем тогда и у него даже пузо было покрыто этими шипами ноги тоже были бронированы и есть вот булава это один из самых крупных представителей семейства анкелозаврит крупнее были собственно говоря только там анкелозавры там еще один вид достигал длину примерно 6 метров весу примерно 2 тонны но вроде как такие вот дела по ум есть две разновидности что еще стоит отметить что зачастую то есть его ближайшим сородичем является его плацефал и в много в какой литературе они используются как синонимы как будто бы его плацефал и скалозавр это один и тот же вид хотя там есть отличие по шейному отделу или тыры-пыры в общем там какое-то отличие между ними есть да и скулозавр это типа как у лазух крутозавр в jurassic world the game да у нас будет скулозавр ну к нему мы надеюсь когда-нибудь дойдем а теперь времечко создавать скалозавра вот такое вот у нас существо выглядит очень хорошо ну и вот те пластиночки которые говорил вот эти вот что в виде шипов вот они наверху они такие довольно маленькие так виде торчащих шипов не в виде таких больших расплывчатых пластин а вот в виде таких вот шипиков но булава есть это хорошо давай а ну-ка грохни тут ухты язык показал нам наушниках знаете так неплохо валит а ну еще раз до мощная тварь ну вот так вот на скалозавр он естественно первого уровня сейчас давайте будем его качать уровню наверно ну к десятому сразу так надо посмотреть кстати у меня максимальный уровень до больше 20 нет это радует скорость 110 броня 25 сну броня не 30 и даже не с максимально броня у нас 40 до у кого-то и по-моему именно у эоплацефала она такая ну ладно поспотом посмотрим мы сравним еще между собой этих всех динозавра их собрал уже в кучку 5 крита 110 скорость неплохая быстрее большинства хищников получается ну по показателям пока ничего не понятно так но есть уязвимость двойной урон это очень хорошо что есть двойной урон и кстати что написано да скалозавр анклозаврит живший семьдесят шесть пять миллионов лет назад на полу полузасушливом климате северной канад современной канадской провинции альберта там где альбертозавр да в те времена вулканы периодически покрывали регионы пеплом и тем самым внесли вклад создание богатейшее хранилище от камень ископаемых парка динозавров дайна ссор в смысле динозавр ребята будете в альберте в канаде заезжайте в парк и дайна ссор нам вот такие у дела ну давайте будем качать дальше интересно насколько хватит у меня мощей его прокачать для начала качнем на 10 пойдем по сражаемся там по моему первый бой у нас был противники 6 уровня ну показатели дать потихонечку растут совсем надеюсь очки опытом не считаются если никогда решала не добавить 25 еще пять уровней 20 это явно как-то мало рано или поздно добавит еще уровней как было в джураж колдзе гейм было сначала 60 там 65 там 70 там 75 так ну да сейчас мои тысячи начнут быстро таять максимум уровня до 15 нам хватит сейчас будет 1000 полторы в общем то 10 левел ребятки 1600 на 500 контратаки нет но на него можно подмениться и с заменой на щит это очень хорошо давайте сейчас я его пихну он мне 10 левела нужно запомнить это одни из самых слабых у меня уже меньше чем 10 нет я как видите я подобрал команду броников мы их но будем рассматривать их в другом месте так вот ты где ну да и там 10 левел ребятки там туда отлично идем на карту давай давай прорисовывайся так ну и вот это кстати собственно говоря башня которая нас ждет так ваши соперники команда существ высокой скоростью токомайзер удар превосходства тормозящие воздействие ну или про а мы будем брать просто бронёй так давайте посмотрим вот кстати таком его плацефал ну тут вообще он ю ю плацефал но удары кстати вот такие же да какой уровень 11 2 100 на так 2 100 на 433 вот броня 40 скорость 112 2 100 на 433 то есть в жизни больше удар меньше скорость больше щит меньше это вот касательно сравнение с его плацефалом с более примитивным надо заваром жизни больше удар больше кстати на дозавр покруче но брони меньше ну вот мне нравится больше также у нас есть обычный анкилозавр он тут вообще как-то печально удары до только защита и обычный удар кстати у тебя что нанесение урона минус полтора это принципе все по моему кого я тут собрал кто есть обычный вот есть эпический но тоже не прикольный идет на много кого на много других гибридов это интересно а так в целом нет есть мгновенная непобедимость да все остальное это у нас уже принципе гибриды обычного показала кто нас идет эпический амаргоцефал у нее есть тормозящие воздействия взял от амарго завара потом есть крутецкий стега дэй которого стоит качать даже на 30 уровень замедление двойной урон это в общем-то очень круто и такой нас очень живучий анки трозавр есть опережающие мгновенная непобедимость минус 90 крона ну в общем-то он такой не демахер он чисто затащить и 50 процентов сила отдачи ну каля трик трикозавр кстати а трикозавр же по-моему из него и делается да в общем то но такие вот у нас дела пойдем давайте пойдем простыми простыми работягами поборемся с велоцираптором так ну на него можно подмениться значит давайте возьмем его брата-близнеца это у нас его пацифал давайте дадим ему уязвимость и давайте пожалуй сразу я подменюсь на что-то больше был заглюк так мы вот получили сразу щит и двойной урон двойной урон наш у половинился но у нас есть контратака а какая контратака и просто подмена со щитом так но в общем то первая победа есть было довольно просто мы никого не потеряли бой номер два ребятки пока берем тех же самых ребят потом уже возьмем покрепче и возьмем гибридов а пока проверяем стойкость нашего скалозаврика так ну давайте начнем с надозавра более примитивного и древнего и не такого бронированного из без булавы так ну давай зато есть у него редкость и замедляющий удар если он переживет переживет броня спасает сколько 30 процентов по моему оу это крепко да неплохо и забрал скорость даже скорость он забрал давай должен пережить да великолепно пережил скорость а скорость недостаточно он замедлил ну ладно вызываем уже наш наш отлично двойной урон хорошо мы его с парировали так сказать зря использовал двойной удар конечно надо было одинарный ну ладно так но это был только первый а сейчас появился раптор ну не пробьет конечно но будет больно а нет кританул все-таки гаденыш гаденыш мелкий давайте вызовем обычного анкилозавра но обычного смысле редкости броня 25 маловато но уровень повыше 25 15 и готовенький так давайте качнем нашего парнишку еще на уровень другой ну насколько хватит давайте на притык ну вот и все но две на половинку получилось так ну и давайте уже пойдем ну так вот будем брать а там посмотрим кто пригодится так 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 ну давайте с амаргоцефала начнем кстати у него что был были у него тоже была подмена ну ладно двойной урон замедление это было контратака а вот это выдал молодчинка но похож да реально на маргазавра похож есть такое дело кстати можно было использовать мгновенную непобедимость или какой-то он был щит опережающий но не в этом суть вот против этого парня как раз так можно использовать броника а он даже вот так сделал вообще не пробил получается так давайте валим мы тоже получаем щит сейчас двойной урон будет прилетать да у тебя же есть двойной урон есть конечно хотя наверно стоило уязвимо сначала дать так подмениться пока не могу но выживу не выживу здесь двойной урон наверное не переживет но нет нормально добивайся молодчинка смыть исправился 20 пока побеждаем так и вот этот гаденыш конечно и вот этот вот гаденыш но сейчас меня пробьет давайте ладно амаргоцефал тут хоть контратакой сможем ответить хоть чуть-чуть так сейчас время ходить нам дважды разочек блин так мало она она в общем то тут и все пиши пропала дружище полтора урона так да ну и последний бой у нас вот такой вот ядреный получается давайте пойдем гибридами и нашим скалозавром чтобы это был просто побыстрее так с кого начнем давайте со стегодея его величество уничтожитель сейчас побырику вынесем кого-нибудь блин ну за один удар не пробьем или пробьем но я веду а блин а пробили даже обычным ударом да это это жестоко давайте что ли по одному на хотя подождите я чет я зря сюда взял стон же у нас кент разобрит больше чем по форме больше на маленького кент разобра похож но вот это истинный ангел азар ну смотрите они не занижают урон они атакуют блин вот эти удары с усилениями это как-то глупо вот как раз мы сейчас его закон трим его вот это двойной удар и нам не страшно вообще не страшно так какая тут броня 30 процентов добивай так ладно давайте подменимся сможем ли вы должен выжить я думаю скалозаврик в этой битве уровень позволяет вот как раз двойной урон отлично щит сработает опять же не тот порядок но ладно и так сойдет довольно больно надо было сначала этот удар а потом тот все равно мы постоянно под сниженным уроном находимся в битве с раптором но в общем то вот такой вот себе вполне себе симпатичный анкел завред ребята и 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 существа не все они анкелозавриды да ну и наш сегодняшний герой ребятки скалозавр а на этом я с вами прощаюсь до скорых встреч